привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий вы слышите алексея халецкого это значит что вы на канале лёша играет и впереди вас ждет обзор и рецензия на humankind наигравшись я готов высказать свое веское мнение и начну прям с рецензии я считаю что игра офигительная настоятельно и всем рекомендую но не сейчас сейчас ее лучше пока не покупать потому что она очень-очень сырая немножко подождите можно следить за моим каналом я думаю буду освещать патчи которые будут выходить а сейчас подробнее и игру я буду рассматривать пожалуй с двух сторон глазами любителя сидмерс цивилизейшн который никогда не играл в игры от amplitude studios и наоборот поклонника игр от amplitude endless legend endless space начну с того что это не клон цивы хотя и в некоторых отрицательных обзорах подобное видел humankind очень очень слабо похоже на циву но это знаете как сказать что хоккей на траве это клон футбола потому что и там и там 11 человек в команде и там и там играют на траве и там и там есть мяч даже пошаговость у этих игр разное потому что в endless legend на самом деле все происходит одновременно даже искусственный интеллект боты ходят одновременно с игроком поэтому например в игре нету ход сита различается развитие городов различаются бои так в humankind вы не найдете возможности размещать ваших жителей на клетках городов они просто относятся к одному четырех видов продукции еда производства деньги или наука видел претензии что humankind украл из 6 цивы идею районов но во первых не украл а позаимствовал во вторых это 6 цива позаимствовала как раз у endless legend эту идею да и old world прямо скажем и кстати как реализованы районы мне больше всего нравится именно в игре сорана джонсона old world если вы кстати пропустили то ссылка на обзор этой игры сейчас появляется в верхнем правом углу города занимают тут целые районы районы можно объединять в общем микроменеджмент городов абсолютно другое это надо надо целый гайд делать и по моему мнению он менее напряжный чем в 6 циве и вообще вся идея развития империи в играх amplitude studio заключается в создании такой мощной синергии когда районы и постройки все больше и больше влияют друг на друга а самая главная идея в том что вы можете играть через какой-то элемент продукции вы можете максимизировать например еду забив на деньги науку и производства и все равно оставаться в лидерах чего в циве просто невозможно сделать и мне это всегда нравилось в стратегиях amplitude studios потому что позволяет использовать место появления и ваши возможности всегда по-разному битвы тут по моему намного интереснее реализованы вы собираете ваши юниты в армии и именно этими армиями в пошаговом режиме бьетесь причем намного большую важность здесь приобретает ландшафт он влияет на силу ваших юнитов на возможность им спрятаться и соответственно тут даже надо просчитывать с какой стороны нападать на армию соперника и стоит ли вообще принимать бой может выгоднее отступить в начале у вас могут быть в армии до 4 юнитов потом с течениями технологии это количество увеличивается до 8 кроме того прямо в битвы сможете добавлять другие армии а битвы могут длиться по несколько ходов то есть внутри одного хода проходят три раунда битвы и потом эта битва переносится на следующий ход количество этих ходов зависит от количества юнитов участвующих в этой битве однако чтобы они не затягивались есть возможность захватить флаг соперника и таким образом закончить битву победой зачем это нужно хотя казалось бы лучше уничтожить все юниты соперника а для того чтобы получить очки поддержки в войне а ваш соперник наоборот их потерял и таким образом быстрее войну закончить такая вот механика дипломатической защиты от упорки я видел что есть претензии к тому что мол эта механика не позволяет до конца захватывать соперника потому что если у вашего противника в войне вот это желание войны падает до нуля то война автоматически заканчивается вам там предлагаются какие-то либо репарации либо вы можете какие-то территории себе присоединить но такого как в циве что вы сколько хотите столько воюете здесь нету и в моем представлении это более правильное решение и я ощущаю его более логичным чем вот эти бесконечные войны ты доминировал в войне ты реально побеждал война закончилась ты получила некоторые бонусы это позволяет во-первых сами войны проводить быстро во вторых даже исторически более логично потому что таких войн чтобы они длились прям до уничтожения государства в мировой истории было очень-очень мало обычно это вот за какие-то такие территории которые заканчиваются перемирием а вот что взято реально из цивы и я не очень действительно понимаю почему так поступили амблитуды это дерево технологий потому что во всех их прошлых играх развития цивилизации технологические были совершенно другие и меня не больше нравилось особенно в endless space 2 где развитие такая сеть или круг разделенные на четыре сектора в humankind же дерево технологии очень похожи на циву видимо разработчики все-таки не придумали как приспособить свои идеи из предыдущих игр к такой квази исторической игре еще к сожалению ушло развитие юнитов и она тоже стала очень похожим на циву где юниты требуют какой-то определенный ресурс для своей постройки и все мне намного больше нравится идея в endless legend когда вы открывали только типы юнитов а сильнее они становились за счет того что вы в определенном редакторе меняли им вооружение которое тоже конечно в технологическом дереве открывалась и благодаря этому например вы все равно могли делать довольно сильные юниты даже если у вас нету каких-то стратегических ресурсов мне кажется что тут амплитюды просто испугались что игрокам взорвет мозг те которые придут из 6 цивы тем более что будем откровенны интерфейс у игр амплитюдов всегда был не фонтан мне уже пишут в комментариях где найти чудеса в humankind я думаю что разработчики бы переодевание юнитов тоже запрятали бы в какую-нибудь глухомань так что игроки бы даже и не знали что юниты таким образом можно улучшать но это просто минус одна механика которая была по моему очень круто тем более что разработчики заменили ее на очень странный несбалансированный вариант потому что возможны ситуации когда даже на всей карте не хватит ресурсов чтобы построить какой-то юнит но к балансам и проблемам с балансом я позже обращусь визуально карта по-моему выглядит вообще бомбически особенно мне нравятся разные уровни что если это гора то это реально видно гора ты на нее поднимаешься что вот эти обрывы низменности подъемы холмы это все влияет на геймплей и является его очень важной частью потому что это надо все учитывать и в исследовании территории и в ведении боевых действий то есть ты за несколько ходов начинаешь думать как тебе осаждать тот или иной город кстати в битвах я еще не упомянул что есть еще и осады отдельная часть боевых действий что в шестой циве было максимум ты можешь на холм подняться и что-то тогда там на одну клетку дальше у тебя будет обзор тут ты видно прям поднимаешься на возвышенность еще выше выше у тебя все больше дальше дальше обзор на карту появляется еще одна фишка игры на которую разработчики постоянно делали акцент перед выпуском это смена культур в каждой новой эпохе идея механика замечательная потому что действительно цивилизации с каждой эпохой становятся другими когда-то греки были воинственными завоевателями теперь они явно не такие но лично меня все-таки реализация смущает потому что когда зулусы в следующей эпохе становятся поляками это все равно странно я на вскидку несколько решений могу придумать например вы просто реально самого начала начинаете какой-то одной культурой даже например русскими пускай пускай в неолите русских не было там в древнем мире неважно и потом с течением эпохи те же самые культуры берете просто называется русские в древнем мире русские в античности например или начинаете в древнем мире например тупо с очень очень общей азиатской культуры и потом уже исходя из этого что вы взяли в начале потом можете выбрать уже какую-то другую культуру потому что когда вы например из джоу переходите в кхмеров это хоть как-то понятно или из египтян в аксунцев ну предположим еще можно представить или даже из британцев в австралийцев но из карфагена в викингов из зулусов в русских из китайцев в египтян ну вы уж извините это просто ломает атмосферу во многом я надеюсь что либо какие-то люди моды сделают либо сами разработчики допрут что можно сделать такой режим типа вы играете за одну цивилизацию но культуры все-таки меняете кстати в связи с этим можно упомянуть еще и наши аватары или аватары я так и не понимаю где правильно ударение ставить так как у вас культуры меняются то надо какой-то стержень на который это все нанизывается поэтому каждый из игроков может себе делать аватар который и остается с ним сквозь эпохи только одежка у него меняется слегка вы кстати можете этими аватарами даже обмениваться достаточно присоединиться через игру к сайту амплитюдов games together перейти на специальную страницу и просто добавлять себе понравившиеся аватары сами аватары тоже изменяются потому что искусственный интеллект зависит от способности аватар в обзорах я видел люди иногда пишут что на самом сложном уровне слишком легко играть кто-то писал наоборот что на легком очень сложно играть и видимо эти люди не сообразили что на самом деле сложность зависит от аватар против которых вы играете а нет уровня сложности которые вы ставите обратите внимание что у аватар которые к ботам относятся есть уровни эксперт продвинутый и так далее поэтому уровень сложности скорее регулируется от аватаров ботов которых вы против себя ставите чем уровнем сложности которые вы при старте игры выбираете просто имейте это в виду и кстати вот эта система аватар мне тоже очень нравится таким образом мы получаем какое-то бесконечное количество цивилизации против которых мы можем играть потому что люди будут разные аватары делать с разными стремлениями и хотелками еще много разных фишек и механик с одной стороны хочется упомянуть а с другой стороны они просто не работают или работают не так как разработчики задумывали например вот если у вас город находится где-нибудь рядом с развитой научной цивилизации то в этом городе периодически будут происходить научные прорывы вы либо будете получать кучу науки явно которая эта куча должна генерироваться исходя из научного развития вот этой соседней цивилизации либо за деньги можете открывать какую-то технологию которая известна соседней цивилизации однако поиграв уже несколько раз я понимаю что это фигня очень странно работает потому что я даже будучи далеко впереди по технологиям и даже по количеству науки вход все равно почему-то получал своих городах эти научные прорывы то же самое касается и культурного влияния и соответственно цивиков они периодически то работают то не работают в моей игре на 10 человек который показывал перед релизом игры у меня по-моему было доступно всего три цивика из все то есть фишка и механика то что они должны открываться когда цивилизация производит какое-то действие она конечно офигительно но вы не можете этим воспользоваться и ощутить крутизну этой фишки просто потому что она не срабатывает кроме того есть другая фишка что если вы культурно влияете на соседнюю цивилизацию то она будет вынуждена либо принимать цивики которые приняты у вас и таким образом вы становитесь культурно ближе либо отказываться от цивиков и получать недовольство в городах что и логично и интересно но это все равно не работает есть еще влияние религии которая кстати как и влияние к позволяет требовать территории которые подпали под влияние вашей религии но и с ней есть много багов например два раза я прохождение не смог закончить потому что не мог принять догму уже до меня все приняли игра просто дальше не продолжалась кстати именно за культурное влияние вы присоединяете территории самое интересное мне кажется трата культурного влияния это на то чтобы застолбить чудеса тоже отличие от цивы тут вы сначала за культурное влияние как бы забиваете за собой чудо что типа я его построю и только вы уже один можете его строить причем чудеса здесь могут строиться всеми городами сразу что тоже по моему очень круто и логично вся империя трудилась над созданием египетских пирамид или висячих садов сибирамиды кстати опять же повторюсь что народ не может найти где чудеса искать вот они сейчас я вам показываю где они открываются тоже привет кстати не очевидному интерфейсу возвращаясь к тому понравится ли игра любителям стратегий от амплитюдов дело в том что в humankind просто очень многое упростили видимо опасаясь все таки что игроки ни разу не игравшие в endless legend потеряются в humankind по моим ощущениям единственное по сравнению с прошлыми играми амплитюд что стало лучше это бои они мне реально больше нравится чем в endless legend и уж тем более в endless space 2 где где их просто не было они и интереснее и динамичнее тут никаких претензий во всем остальном имху humankind более упрощенная версия endless legend возможно что-то будет добавляться какими-то дополнениями ну например явно шпионаж тут прямо напрашивается которого просто нет есть нам какой-то юнит типа саботажника но это совершенно не то кстати не упомянул еще систему дипломатии тут она все-таки очень мощно сделано хотя и все равно упрощена по сравнению с endless legend но как мне кажется в тему кстати немногие замечают что даже во время войны у вас есть другая дипломатическая сетка с противником вы можете там тоже во время войны какие-то дипломатические действия производить в союзах тоже другая дипломатическая сетка и вообще дипломатические взаимодействия в humankind имеют большой потенциал просто опять же проблема с балансом и багами ну и наверное имеет смысл уже перейти к проблемам потому что именно они не дают в полной мере многим из вас насладиться игрой тут есть проблемы и технические и с балансом и вообще даже с возможностью закончить игру я например ни одну из своих игр против компьютера так и не смог закончить из-за технических проблем слава богу хоть сетевые до конца доходили явно видно что последние эпохи разработчики не успели доделать нормально баланса среди построек и культур пока не ощущается забагованы просто многие механики которые не работают нормально или те же цивики представляете игроки не могут принимать законы то есть целый пласт стратегии минус города на островах захватить невозможно флот в принципе выглядит не особо нужным влияние а как культура вначале очень важна во второй половине игры вообще не нужно но тем не менее вот несмотря на все эти проблемы играть даже сейчас в humankind очень интересно мне но я представляю какая может быть фрустрация у новых игроков от всех этих проблем багов несбалансированности поэтому я говорю что стоит отложить знакомство с игрой на до появление патчей мне кажется странно что вот игру сейчас уже прямо сравнивают с цивилизацией меня постоянно спрашивают конкурент ли этот цивилизации это совершенно разные игры еще раз повторяю это не клон сывы и я рад что в этом году еще и old world вышел это три абсолютно разные игры они не будут лично для меня конкурировать я буду играть и сидмейерс цивилизейшн и в humankind и в old world найти бы на это время конечно и вам рекомендую потому что это совершенно разный опыт разные игры разные удовольствия несмотря то что все три глобальные 4x стратегии и если сидмейерс цивилизейшн и old world можно уже сейчас играть то с humankind стоит подождать все-таки патчей потому что очень многие механики просто не работают в целом же несомненно рекомендую умная игра надеюсь у франшизы humankind будет будущее но это зависит собственно от вас будете ли в нее играть на этом все ваши впечатления от игры конечно же жду в комментариях играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте умные игры и всем пока